Ишуа 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 Я бы хотел об этом поговорить Особенно когда я встречаю Некоторые люди которые восхищаются Некоторыми африканскими церквями В которых вместо Вместо плода виноградного лозы, у них какао, вместо опресника, или там маца, которая как у нас, более-менее, да, так вот мы где-то приблизительно к библейским принципам идем, у них кусок батона, который, знаете, сделан где-то в магазине. И это так, ну что, будем делать хвоё проявление, какао запили, и тогда всё, всё, нормально. А вроде бы и нормальная христианская церковь, но где-то в своём понимании глубоко не ошибаются сущности не символов, а предозначения всего того, что мы делаем. Поэтому на Песах у нас говорят, маништана. Когда вы идёте в Израиль, начинаете обращаться к евреям, они говорят, ма, ма, или мапитум, ма, и говорят, маништана. Это слово маништана является таким прообразом исхода, потому что в Писании говорится так, исход 13 глав, 14 стих. Когда после спросит тебя сын твой, говоря, маништана, то есть, что это? Ты скажи ему, рукой крепко вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ма, что? Что это? Для многих людей даже то, что делают в крыловое преломление, да, они говорят, что это? Что это такое? Что это за вещи? Когда мы задаём эти вопросы, мы не просто для себя их спрашиваем, мы даём сами на них ответ. Наверное, без сомнения, мы задаём это сами себе, потому что мы заинтересованы узнать, почему сегодня этот праздник Песоха, да, или Пасхи, которая наступает, почему он так важный и почему на государственном уровне у нас сделали целые выходные? Может быть, для того, чтобы те, кто скажет после того, как Христос воскрес на следующий день, могли отрезветь? Я не знаю. Но суть очень-очень проста. Друзья, услышите меня? Вопрос. Что это? Что это? Как бы мы ни хотели избежать такого вопроса, всё же из календаря нашей жизни его не выкинуть. И тем более из нашей жизни. Невозможно избежать. Потому что даже, наверное, и нехристиане могут спросить, «Ма, почему?» Что заставляет нас задавать этот вопрос? Что нас интересует чаще всего, когда мы говорим «почему?» Почему это Пасха еврейская, католическая, православная? Вопросы, да? Почему у нас хлеб, плод виноградной лозы, вино? Почему? Что это между собой связано? Может быть, незнание толкает нас задать вопрос «почему?» Может быть, любопытство, страх, но на всякий случай так бы перекреститься. Да? Вот как бы на всякий случай. Может, суеверие. Потому что очень часто суеверие именно толкает нас на вопросы. Какая бы ни была причина вопроса, она всегда связана с нашими шестью чувствами. У нас у человека есть шесть чувств. Как вы понимаете, да? У нас есть чувства. И мы хотим это либо увидеть, либо услышать. Мы осязать, понюхать. Мы имеем чувство, которое переживаем прикосновения, да? И еще такое чувство, как, ну вот, у нас есть вестибулярный аппарат. Мы чувствуем, когда мы поднимаемся, да, и мы опускаемся. То есть еще такие чувства есть. Вот как дети, мы всегда на вещь посмотрим. Мы потом послушаем. Ну, как дети, как они познают мир. Потому что они познают мир для своего «я». У него много вопросов. А почему солнце светит? А почему яблоко падает? Почему, когда что-то падает, то сильно больно? Да? А когда я прыгаю, то можно, почему ты кричишь, чтобы я ногу не подвернул? Вот вопросы, да, для своего «я». Почему? Чаще всего детям я своим давал возможность на велосипедах так делать, что-то палец поломать. Не то, что я ломал им, а я позволял им делать это. Потому что на вопрос, почему мне нельзя кататься на велосипеде, они не понимают. Ты скажешь, вот подожди, ты еще не спортсмен. Они говорят, не понял. Весье прыгают, я могу прыгать. Но суть в том, чтобы мы, как дети, потом мы можем понюхать вещь. Мой средний сын, перед тем, как что-нибудь съесть, почувствовать вкус, он делает так. Так, нравится, он кушает. Не нравится, он его в сторону. Мы эти моменты делаем, потому что мы потом пробуем на вкус. Хорошее оно, дети видели, да? Они что, нашли, покидали, потом что-то послушали, понюхали, потом... Ну, оно интересно, попробовать. Все, что дети трогают, в рот вложат, да? Мы говорим, подожди, подожди, это нельзя кушать. Ну, и любопытство. Потом, как говорится, смотрим, как оно летает. Начинают бросать дети, все подряд начинают бросать, да? И думаешь, боже, чтобы так бы все вещи, которые у тебя на первом, ну, как бы, доступны, начинаешь поднимать. Вот эти все моменты, когда мы задаем вопрос, мы конкретно делаем его личностным. То есть, собственным вопросом. Поэтому, когда мы говорим, манишь-то на, то есть, что это? Мы должны задать его именно личностным моментом. Что это за праздник на Песах? Вообще, что это такое и с чем его едят? Конечно, хорошее, там еще маца, немножко мяса, немножко горьких трав. Мы вчера попробовали, да? Но это же не сама суть, чем его едят. А что это за праздник? Я могу сказать с уверенностью, что Песах – это не только общественное событие. Вспоминание каких-то исторических фактов, которые Израиль вышел из Египта. Связано с исходом его евреев из Египта. Но также это является фактом, что с евреями ушли все те остальные, которые поверили Богу, или же Моше, в первую очередь, они Бога не слышали, Моше, что там все будет плохо. Они так уже видели. Десять казней, да? Ну, девять, а десятая еще не пришла. Но это всегда был личностный исход. Услышите, сегодня сказали, было множество людей, да, тьма, да, такая, или, можно сказать, полчища Израиля вышли. Извините, но это личностный исход. Личный. Каждый должен был сделать выбор. Оставаться, либо хотя бы на последний, ну, этот самый, маршрутку сесть там, да, которая уходила через Красное море. Это личностный, и конкретно это касалось не только искупенного народа, касалось всех, кому дана была эта возможность. На вопрос, что это, можно просто сказать Песах. Как хочешь, так и понимай, Пасха. Но на самом деле, это не просто история выхода из Египта. Все же Бог Израиля, желая вывести тебя из дома рабства, делает план искупления, который Он заклал в исходе. Вот давайте порассудим. Зачем нужно было делать вот такой кровавый исход? Если можно было просто, если там 2 миллиона людей взять, сбунтоваться, как бы, и на прорыв. Пошли. Но нужно было слушать Бога, нужно было увидеть планы, которые им не совсем казались еще и понятными. Потому что то, что происходило, абсолютно ноль, никакого понятия. Но Бог уже заранее, уже предусмотрел, что через несколько тысяч лет что-то произойдет. В особенное время, указанное Богом, произойдет то, что избавит все человечество, как и евреев из Египта. И с ними были еще другие народы выходили. Все человечество. Это отображение в Ишуа Мессии. Избавление придет через Него. Более того, Израиль должен был верить словам Моисея. Самое сложное во всем этом, поверить одному человеку. Ну, конечно же, еще был его брат, который повторял то, что не мог сказать Моше. Поверить человеку, который говорит от имени Бога, и при всем этом никто этого Бога не слышал. Ну, подумайте об этом. Евреям нужно было поверить Моисею, чтобы последовать за какими-то вещами, которые он будет говорить. Как это? Верить тому, кто говорит от Бога, которого никто не видел. Вы слышите? Нет меня, да? И одно дело, как где там у фараона были всякие стуканы, да, там какие-то боги нарисованные. И они там от Бога птицеголового, там, мы скажем пару слов, как бы, изменяя голос, может, там так и делали такие вещи, да. А тут никто никогда Бога не видел. Тут приходит Моисея и говорит, я буду говорить от его имени. Кто он? Ну, вы его не знаете, но я вам скажу. Ну, папа наш разговаривал о нем, Авраам, как бы, говорил об этом, но я хочу уже от его имени поговорить. Но никто об этом не слышал, его никто не видел. Перед выходом из Египта Господь повелевает Евреям помазать косяки входных дверей. Очень удивительно. Такого никогда еще не было. А Моше говорит, итак, будет нечто, надо помазать косяки дверей ваших домов кровью. Исход 12 глава 13 стихи. Будет у вас кровь, знамение на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительны, когда буду проходить землю египетскую. Логичный вопрос. Мы нормальные же люди, правильно? Вопрос, что Бог не знает, где евреи живут, где их прописка. Даже в советское время знали, где прописка. Все в Патвате было четко написано. Что Бог не знал? Ведь написаны очень простые вещи. На всяком месте, Отче Господне, они видят злых и добрых. Это притча 15 глава 3 стих. Иеремия может, Иеремия говорит, 23 глава 24 стих. Может ли человек скрыться в тайное место, где бы я его не видел? И тут логический вопрос. Подождите, Бог хочет, проходя мимо, посмотреть, увидеть. И когда увидит, кровь пройдет мимо. О, а, это евреи. Вот это не евреи. О, это евреи. Он конкретно знал, где кто находится. Это не про противоречие, но я вам объясню. Бог не сказал, что ему нужен был сигнал крови. Бог не говорит, мне нужен знак крови. Вот это увижу по маску, кровяную. Значит, это мне нужно. Я вспомню. А, да, действительно, забыл. Здесь евреи живут. Он не говорит это. Он, наоборот, чтобы увидеть, ему не нужно было кровь на домах. Он обещал пройти мимо тех домов, косяки дверей, которых были помазаны кровью пасхального агнца. Услышите, есть разница. Это не был знак для него. Но он говорит, когда вы будете послушны, если вы это сделаете, я пройду мимо. Ему не нужен был сигнал крови, чтобы пройти мимо. Ему нужно было всего лишь еврейское, тех людей, которые поверят в этот исход. А если ты поверишь, ты иногда сделаешь странные вещи, которые, конечно же, картина откроется через несколько тысяч лет в Ишуа Мессии, в Иисусе Христе. Кровь на косяках нужна была не Богу, а израильтянам и всем уверовавших в Божье обетование. Пасхальная жертва была испытанием веры. Сегодня так же самое. Мы будем подходить к клевопреломлению, к чаше и к маце. Это испытание нашей веры. Как и евреи в то время. Просто сделайте пример. Я вам пример, потому что с евреями ушли не только евреи, ушли там еще те, кто подумали, а Боже мой, что нам здесь делать после всего того, что произошло, когда Моше вернулся. Да? Один из примеров, такой маленький диалог. Сосед приходит к Иосе и говорит, Иосе, что делаешь? Мог это спросить любой житель в то время Египта. Любого еврея, который что-то там делает кровью, мажет косяки дверей, мог спросить, что же все это ты сделаешь? А он говорит, в эту ночь Бог нас выведет из рабства. Ответ, в эту ночь Бог выведет нас из рабства. Знаете, если бы я был бы здравым человеком, я бы сказал, и что, так все просто? Намазал кровью все косяки и вышел из рабства? Ну, нормальный же вопрос, правильно, да? Ну, как бы такое общение. И что, так все просто? Да если бы так просто. Знаешь, скажу по секрету, там за Яхвы, это наш Бог, будет следовать ангелу смерти. И что? Ну, что, что? Моше сказал, что там, где нет знака, умрут первенцы. И следующее, наверное, любого человека, особенно если не еврей, вопрос. А какой национальности не сказал? Да нет, умрут у тех, кто только не поверит и не помажут косяки кровью агнца. Ну, давай, дружище, если я тоже побежал мазать двери, потому что я тоже верю. После того, Гиволта, который произошел с Египтом, понимаю, меня с собой заберите. Это часть и прообраз искупления всего мира, искупления для нас. Это знак был для людей единой веры, в единого Бога, знак принадлежности к народу Божьему. Хотя Мессия Иешуа, он говорит о том, что он стал этим знаком. Он даже слил себя с народом. Один народ, одна вера и один Бог. Он сказал, что это люди из другого паства. Я сделаю их одно. Мы видим исходы, где говорит, собрал всех Моисей старейшин. Израиль сказал им, выберите себе агнца по семействам вашим и закалите Пасху. Мы видим, что это было предназначение. Это нужно было делать все вместе. Участие наших детей в Пасхе, оно не случайно. Это часть его плана, Божьего плана. Не просто я себе сижу. Надо и детей всегда настаивать, наставлять в том, во что мы верим. Невозможно, я вам скажу так, будучи верующими, заниматься тем, чтобы устраивать своих детей в танцы, в всякие спортивные игры. И в то время, когда у нас есть личное собрание, и когда мы собираемся вместе. Всегда будет потом проблема. Потому что они не отождествляют себя с тем, что мы делаем, и не знают, что мы делаем. И Писание говорит, и объяви в день тот сыну твоему, говоря, Это ради того, что Господь Бог сделал со мною. Ради того, что Он сделал со мною, когда я вышел из Египта. Этот праздник ради того, что Бог сделал со мною. Многие из вас могут сказать своим детям о вашей жизни. О всем том, что вы пережили. Я уверен, что Валера может рассказать те истории, которые для многих из нас будут ужасом. И откуда Всевышний его забрал и дал ему свободу, Он может рассказать многим подросткам и сказать, Ради этого я сегодня здесь, ради этого я служу Всевышнему, ради этого я свободен. И вот во Второзаконии, 6 глава, 4 стих, Мы знаем про возглашение веры нашей. Слушай, Израиль. Шма Израиль, Адонай, Лохейну, Адонай, Хад. И в этом же стихе, и дальше в этом отрывке, Говорит, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, Всей душой твоей, всеми силами твоими. И добудь слова си, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, Идя дорогу, и ложась, и вставая. Навяжи их на знак, на руку твою, да будто они повязканы глазами твоими. Напиши их на косяках дома твоего, на вратах твоих, Когда же ведет тебе Господь, Бог твой, в ту землю, Которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Ицаху, Якову, Дать тебе с большими, хорошими городами, которые ты не строил, И дома, наполненные всяким добром, которых ты не наполнял, С колодецами высечены в камнях, которых ты не высекал, С виноградниками, маслинами, которых ты не садил, Будешь есть и насыщаться, Тогда береги, чтобы не обольстилось сердце твое, И не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, Из дома родства. И поэтому, когда наши дети, когда вообще люди задают, Что это такое? Знаете, вот что это? Что это за Пасха? И мы должны говорить простые вещи, Чтобы мы не забыли Господа, Который дал нам и вывел нас из Египта, из рабства, Дал нам насыщаться жизнью, которая у нас есть. Возможно, не так, как мы хотим, И надеюсь, что наша жизнь изменится, Между прочим, не случайно, Все то, что происходит в Украине, Происходит еще на еврейскую Пасху. Понимаете, да? Я надеюсь, что мы все-таки выйдем из Египта, Выйдем из состояния рабства, Выйдем и будем людьми, Которые не забудем Господа, То, что Он сделал в нашей жизни. И будем проводить Пасху, И продолжать делать работу, И будем благодарить Бога за то, Что мы переживем. Я надеюсь, что это произойдет. Все же, все происходящее тогда было тенью будущего. Потому что все указывалось на Машеха, На того, кто возьмет на себя грех сего мира, На Агнца, закланного за весь мир. Индивидуально каждый брал эту ответственность, Идти или не идти. И что желает вывести каждого из нас, Слепых, прокаженных, больных, обреченных, Из тьмы в свет, Из оков в свободу. И мы видим это, Как начинается это в Пасхе. Мы уже говорили о шести чувствах, Которые человек имеет. Эти шесть чувств нас не подводят. Мы должны использовать это. Мы должны задавать вопрос. Мы должны переживать его. Это праздник, Когда вспоминается о свободе. Это не грусть. Это не плач. Это наоборот. Это радость. Потому что когда-то мы были рабами, Теперь мы свободны. А возможно ли свободу получить сегодня, Пережить сейчас? Возможно. Нет ни одного человека в мире, Который бы не хотел бы свободы. От долгов, например. От тех вещей, которые вас удручают. Возможно, те привычки, которые у вас есть. Ни одного, нет человека, Который бы не хотел иметь свободы От того или другого. Мы все в каких-то вещах завязаны. И мы хотим получить свободу. Египет был промежуточной картиной будущих событий, Которые ожидались 2000 лет спустя. Ведь тело человека, каждого из нас, Мы физически истощаемся. Мы имеем свой ресурс. Но душа имеет вечное предназначение. И не о теле Господь просто переживал, Выводя из Египта евреев. Да, мы помним, да, Что они не остались верны и почти ни один. Два человека дошли до обетованной земли. И все же он заботился о духовном состоянии, Как об Израиле, Как и так же каждого из нас. Бог заинтересован о душе и спасении нашей души. Это важная часть пасхального седора. Все начиналось с падения человека. И все-таки я не буду говорить обо всех вещах. Хочу сделать нечто. Послушайте, я хочу закончить очень тяжелыми статистиками. Сегодня мы верующие в Ишуа, Мессию. Мы знаем, что Он есть Мессия по факту того, Что мы свободны. В том, что Ишуа есть Агнец Божий, Который взял на себя грех всех нас, Избавил нас от рабства. В этом нет сомнения. Для меня лично. 1 Кориффина 5,6 говорит, Нечем нам хвастаться. Разве вы не знаете, что малая закваска Хватит все тесто. Итак, очистите старую закваску, Чтобы быть новым тестом, Так как вы бесквасны. Ибо Песох наш, Машея или Мессия, Заклонен за нас. Посему станем праздновать Не со старой закваской, Не за закваской порока, лукатства, Но за пресноками чистоты и истины. Машеях является тем, кто Он есть. Вы можете мне сказать, А вот почему тогда Ишуа, Который был первенец у своей мамы, И он был первородный, Почему смерть его не избежала? Почему ему нужно было умереть на кресте? Если я говорю о Пасхе того времени, да? Послушайте, его было предназначение, Еще до сотворения мира, Быть искуплением. Я об этом еще хочу сказать, Потому что два слова используются в еврите, Который говорит об исходе. В исходе. Это подъем, как бы, Выкуп и гаула, избавление. Выкуп и из рабства мы имеем. Выкуп за нас заплачен. Но избавление, которое мы ожидаем, Израиль ожидал избавления, Приходило только в обетованной земле. И мы ожидаем, что Ишуа придет за нас во второй раз, За всеми нами, Как и весь Израиль ожидает Машеяха. Но мы ожидаем его уже в избавлении. Потому что в Откровении Иоанна 21 глава 4 стих говорит, И отрет Бог всякую слезу сочи их, И смерти не будет уже, И ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, Ибо прежнее прошло. Это уже избавление. Есть искупление. Только выкуп. Мы делаем выкуп, Время, когда посвящаем наших детей, Первенцев. Мы говорим, Вот, выкупаю. И ложу туда, вздеку, Те финансы. Мы делаем это традиционно. Но выкуп и избавление. Вот два слова, Очень важные и серьезные. Поэтому Петр Кифа говорит в своих посланиях следующее. 2 Петра 1, 12. Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем. Хотя вы то и знаете, Утверждены настоящей истине. Песок это еще нам еще раз, И еще раз, как говорится, Напоминание. Вы уже это все знаете. Вы уже начитались книг. Уже начинают. Знаете все традиции. Кто-то уже, как бы, Зная все, уже потихоньку где-то там кумарит. Потому что дождается, пока он закончит. Рэбе, да. Послушайте. Петр говорит. Очень простые вещи. Я не перестану напоминать. И я хочу напоминать вам. Потому что есть понятие выкупа. То, что связано с искуплением. И это искупление кого-либо, либо чего-либо. Хотел я посмотреть на языках Библии. Вот это слово искупление. Я уже говорил. Здесь используется падион и гаула. Но смотрите. Если говорить о самом выкупе. Но есть еще тот, кто выкупает. Его называют гаал. Это слово относится к тому, кто производит выкуп. Кто делает этот выкуп. Не просто выкупили. А есть тот, кто еще и выкупает. Мы можем встретить это слово в книге Руф. Помните, где Ваос? Он выкупает право на землю. Да. Вот это слово выкуп. Он не простой, это слово. Именно Ваос становится выкуп. То есть искупителем. Выкуп. И он не просто землю купил у нее. Да, вот дал ей денег. А он еще и купил ее. То есть, как мы эфирически взял ее. Он выкупил ее вдовство. И стал ей мужем. Это слово используется очень важно. Потому что в перспективе эта позиция Мессии, который искупил, выкупил нас. Не просто заплатил. А мы стали его частью. Его невестой. Его телом. И в этом сама суть его преломления. Можно говорить много, но Новый Завет, он написан на греческом языке. То, что мы читаем. То, что у нас есть. И в Новом Завете очень много слов используют слово искупитель или выкуп. Там есть почти четыре разных значения. Но я возьму три. Три, которые коснется каждого из нас. И мы должны осознать, что мы вообще делаем, когда мы приступаем к левопреломлению. Итак, первое слово это агора. Или агора за. Зо. Агора за. Это два скобы слова, но гора за. Означает рынок животных. Нормально услышать это. Потому что Дух Святой дает Иоанну именно написать это слово. Это слово, которое означает рынок животных. Не просто рынок вещей или продуктов. Но это рынок скота, животных. И куда входили рабы. Это были, ну их не считали просто как человечество. Это были животные, которых нужно было эксплуатировать. И вот на этом рынке, так бы, можно сказать, это рынок рабства. Рынок рабства. И откровение 5, 9 говорит. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу, снять с нее печати, чтобы ты был, ибо ты был заклан. Кровью своей искупил. Вот это слово искупил, да, а гораздо. Вот это, а гораздо, ты пришел на рынок рабов и вытащил нас, Богу, и всякого колена, языка, народа и племени. Вот это, чтобы понимали, о чем я говорю. Я хочу сказать, я не хочу, чтобы у нас сложилось мнение, что наши традиции, фактически хлебоприломные, это еврейская традиция, которая тянется уже многие тысячелетия. Мы это видим в Ветхом Завете, чтобы не сложилось с нас мнение, что мы пришли просто кусочек хлеба взять и чуть-чуть выпить того сока. Я хочу, чтобы вы увидели глубину. Ты пришел на рынок рабов, оставил красоту неба, чтобы стать этим рабом. Недавно мы встречались с одним служением, называется А21. Кто слышал это служение А21? Мало кто слышал о Украине, но это очень распространенная организация, которая работает на сфере человеческого трафика, как бы называется, human trafficking, это человеческого рабства. Сегодня мы думаем, что рабство, оно не должно вообще именоваться. Мы когда входили в коммунизм, в социализм, или там еще разные измы, да, там, свободы, мы говорили, с рабством мы порвали, рабства уже нет, мы уже остановили рабство. Но в сущности, любой изм имеет в себе тенденции этого рабства. Сегодня в мире рабство – это один из бичей, который по всему миру идет. Знаете, сколько стоит человек на черном рынке? Кто вообще имеет представление, сколько стоит не жизнь человека, а человек, как раб, как скот, которого продают на черном рынке? Девяносто долларов. За девяносто долларов сегодня черном рынке, те, кто торгуют людьми для разной сферы, разной сферы люди делают. Девяносто долларов. Но я хочу вернуться к библейской части. Рынок рабов. И Дух Святой показывает Иоанну, чтобы он конкретно использовал это слово «агаразо», то есть «зу», да, там, «агаразо», «зоо», да, такое. Данное ему, это Духом Святым, для того, чтобы раскрыть, что на этом рынке еще пришел, чтобы там выкупить каждого из нас. На этом рынке покупатель при выборе нужного ему раба проводит испытание товара. Просто испытание товара. Что происходило? В него плевали в лицо. И смотрели реакцию раба. Что он будет делать? Его обзывали всякими словами. Мы, да, и посмотрели на его реакцию. Ему смотрели в рот, как, да, на зубы, как смотрели к любому скоту или лошади, которая, если она здоровая животная. Его избивали плетью, чтобы видеть, насколько этот раб будет послушный, даже если он будет наказан. Его, самое главное, его, самое ужасное, наверное, это то, что он, этот раб, должен стоять на этом рынке полностью голым. Абсолютно. Вот это унижение рабское того времени, это присущно было для рынка рабов. Мое личное мнение о том, что почему именно Дух Святой говорит Иоанну написать это, для того, чтобы Мессия был отождествлен с участниками этого рынка. Там написано, что он сам стал рабов. Он сам стал рабом. Он был оплеван, поругаем, то есть, поругаем, это значит, матерились на него люди. У нас тоже иногда люди матерятся. Если мы верующие что-то делаем, это же нормально. Люди обзываются всякими словами, да. Не удивляйтесь этому. Он был, его били за ушами, да, вот били по ушам или по затылку. Бичевали, а он был обнажен, распят для того, чтобы каждого из нас искупить. Вот это слово, которое первое, я сказал, агоразу, говорит о рынке рабства. Второе слово, он используется, экс агоразу. Слово экс, это слово, которое, суффикс означает от или из. То есть, он пришел в этот рынок рабов и избавит нас от этого рынка раба. Не просто от рабства, а избавить от рынка раба, чтобы мы туда не возвращались, друзья. Чтобы мы не возвращались. Галатам 3,13. Мессия искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвы. Ибо написано, проклят всякий, висящий на древе. И так Машеях не только сделался рабом на рынке за нас, но избавил нас от этого рынка рабства. Ибо когда мы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Мы сейчас оправданы. Вообще, как это можно было представить? Давайте мы позаделаем картину. Я, может, сложно говорю о том, о моем послании. Поэтому я, извините, что я сегодня забираю ваше время. Для меня это очень важно. Донести сущность Песоха, Пасхи и хлебопреломления, что мы делаем. Сатан, имеющий право на господство над землей, которое он получил от Адама, был хозяином рынка и остается хозяином рынка, да, может быть, для многих людей. Но Ишуа сделал что-то особенное. Адам, продав свое первородство, или же сказать, вправо на землю, для сатаны, и сатан взял эту возможность выставлять каждого из нас на свой акцион греха. На каждого из нас. Я хочу, чтобы вы поняли, что произошло. Когда Ева вкусила плод, на еврите означает, что она поменяла господство. Первое, она была частью Адама, она была замужем за Адама. И на еврите, когда она вкусила плод, на еврите используется слово, которое можно перевести, она поменяла мужа. Услышите, это такое как бы для размышления. Она поменяла господство. Поэтому, когда молодые люди женятся и хотят иметь детей, важно с еврейской семьи вообще молиться за праведное наследие. Чтобы мысли были очищены. Потому что приносили жертву за грех, как бы после рождения ребенка там приносилось. Не потому что само рождение или чувство это греховное, потому что вот то состояние, где она передала или стала под другую власть. Надо поменять ее. Поэтому молятся за детей. И вот здесь грех стал частью нашей жизни. Грех покупал нас. Грех как человек, имеющий одну сущность, но разный облик. Каждый из нас присутствующих здесь проданы в рабство греха в той или иной мере. Нету большего или малого греха. И когда люди говорят, иногда исповедуют свои грехи, люди думают, ок, ничего себе. А те, ну там обман, чуть-чуть солгал. Я помню однажды, когда еще были мы в подпольной общине, да, была такая часть исповедания. Я помню, кто-то сказал, встал один из братьев, потому что братья перед братьями там исповедовались. И говорит, братья, пожалуйста, помолитесь за меня. Типа, я там, типа, с завода стащил там одну запчасть. А потом добавляет. Говорит, ну, бесы попутали. Причем здесь вообще бесы к твоим делам, да? Но суть он сказал правильно, что ты продан греху. И твоя кража – часть твоей жизни. Он продан был. Возможно, разные грехи. Грехи – страх, обман, гнев, ярость, соблазн, вредные привычки, сквернословие и так далее, и так далее, и так далее. Что бы то ни было, все же в один момент в нашей жизни мы были рабами греху. Ишуа выкупает нас с рынка торговцев рабами. Для того, чтобы не возвращаться на принудительные работы. Знаете, я когда смотрел это, и вдруг Господь показал мне жизнь одного пророка. Кто знает такого малого пророка? Это Иосия. Иосия. Иосия – пророк. Божий пророк, который говорил о будущем. И вдруг вот происходит нечто. Иосия, 3 глава, с 1 по 3 стих. И сказал, то есть Господь там слово «приказал». Не просто посоветовал, а Господь наказал, приказал мне, Господь, иди еще, то есть начни все сначала, и полюби женщину, свою жену, то есть возлюби свою жену. Любимую мужем, но прелюбодействующей, подобно тому, как любит Господь сыновь Израилев, а они обращаются к друг другу, другим богам и любят миноградные лепешки их. Иосия отвечает. «И приобрел я себе за 15 серебряников, ее». Он приобрел ее себе за 15 серебряников, за хомер, ячменя, эпоха хомера, ячменя. Картина очень неприятная. Неприятная, потому что, говорит о том, что Иосия была жена, которая отошла от той ответственной жены и стала блудницей на рынке древних профессий. И здесь происходит нечто, вот вы услышите, то, каким образом Иосия идет и выкупает ее. Это не произошло, если она свободная проститутка, будем говорить тогда, что дал ей денег, будь моей женой. Здесь конкретно говорится о том, какая причина ее была, что она стала блудницей, да, мы не знаем. Но здесь мы видим, что здесь момент такой очень важный, что ее Иосия выкупает. Если вы хотите знать, сколько, как бы сказать, сколько держат на рынке сексуальных рабства сутенеры девушек, я вам скажу, по статистике, это тоже А21 не говорили, от двух до трех лет. От двух до трех лет женщина или девушка приносит именно доход этому сутенеру. После трех лет на нее расходы больше, чем она приносит доходы. Это сложно понимать, но смотрите, цена, чтобы купить сексуальное рабство, тот инструмент для некоторых живодеров, да, таких, стоит от 1500 до 2000 долларов одна девушка на рынке. Она отбивает эти деньги сутенера за три недели. А все остальное от двух до трех лет, это чисто его доход. После чего нужно избавляться тех людей, которые не приносят доход. И вот представьте себе, что после того, как эта женщина, жена пророка, потеряла свой товарный вид, она ее возвращает обратно на рынок. И вы увидите нечто, а возвращает ее обратно на рынок, чтобы хоть что-нибудь с нее получить. Хоть что-нибудь. Вы представляете эту картину, когда продают, потому что он пошел выкупать, да? И говорят, кто даст 10 шекелей, 5 шекелей, 1 серебряник. И кто-то поднимает руку и говорит, я дам сыну. Это был муж. Муж пришел выкупить жену из рабства. Получить ее в себе. И Бог говорит, сделай это. Несмотря на чувства, несмотря на все переживания, несмотря на то, что мы наделали, Бог говорит, я пошлю своего сына, чтобы он выкупил. Выкупил. Это делает Иосия. Есть понятие такое, как полная цена. Но смотрите, он купил ее за 15 серебряников. Какая цена была за предательство Иешуа? Кто вспомнит? 30. Половина. Потому что ничего не стоило. Лотрест, это слово, которое называется полная цена. Полная цена. Послание к евреям, 9, 12. И не с крови козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел он в святилище и приобрел вечное искупление. Он приобрел вечное искупление. Слово вечное искупление здесь говорится, заплатил полную цену. Полную. Вот здесь вот, пожалуйста, будьте со мной внимательны. Услышьте, о чем я буду говорить. Если продавец товара понимает, что вещь имеет хорошую ценность, то оно стоит того, чтобы торговаться. В интересах покупателя весьма привлекательный этот товар. И тогда продавец завышает цену. Это вы можете четко увидеть в Одессе. Тебе нужно делать ремонт. Ты приходишь к любому мастеру и говоришь, сколько будет стоить квадратный метр плитки положить. И тебе дают цену так ниже средней, чтобы тебя заинтересовать. Ты говоришь, она мне подходит, она мне нравится цена. Следующий вопрос, а где вы живете, чтобы мы привезли там и приехали туда? Тогда, услышите, от того, где ты живешь, цены начинают подрастать. Я это точно знаю. Там, где я живу, цены росли в то время, только от того, что заходили, уже начали расти. Мы договаривались заранее, говорили, мы живем на Молдаванке. Нормальные цены. Скажите адрес. Говорили адрес, они сразу цены поднимались. Еще не доехали. Вы понимаете, да? Я хочу услышать, от того, откуда человек, цена подрастает. Заинтересованность человека в приобретении того или другого товара, сразу цена возрастает. Цена поднимается. Мы же говорили, Адам продался греху и стал рабом падшего ангела. И мне интересно, вообще было бы, как могла проходить такая сделка. Если Иешуа пришел в этот рынок рабства, в этот животный мир, рынок рабов, чтобы искупить нас оттуда, каким образом он начал торговаться с ними? Наверное, пришел покупатель и говорит, подожди, вот этот мне нравится. Как его зовут? Руслан зовут? У меня есть для него хорошие планы. А продавец говорит, не надо, он тебе не нужен. У него язык подвешен, не надо. Он дерзкий, он отвечает на всякое, очень нервное. Говорит, не, 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 он мне нравится. Он мне нравится. Я его беру. Да. А потом еще раз смотрит, еще. А, Лина, да. Боря. А, Вася. А мне вот эти нужно тоже. А, а как насчет того, чтобы ты всех заберешь? Неплохая идея. Как так сделать так, чтобы всех забрать и сразу? Какова цена? Помните, мы говорили, и цена сразу заинтересованная начинается возрастать. Как вы думаете, какова цена была? И Бог говорит, любую цену заплачу. За всех их, один, два, три, во всех этих людей. Они мои. Они были проданы тебе. Они это, но я хочу их обратно выкупить. Они мои. Цена какая? Цена? Жизнь своего сына. Самая высшая цена. Не Бог дал эту цену. Наш грех назначил цену. От которой Бог не мог отказаться, потому что Он нас так сильно любит. И когда мы приступаем к Песоху или хребопреломлению. А, это всего лишь символы. Это ничего не значащее. Трапеза, ничего не значащее. Что это для тебя? Какова цена была заплачена за каждого из нас? Я хочу вам сказать, Ишуа искупил нас не для того, чтобы мы стали рабами. А, чтобы мы стали свободными. И никогда. Услышите? Никогда не возвращались обратно. Это его цена. И когда мы приступаем к хребопреломлению. Павел говорит о том, что рассуждайте. Рассуждайте о цене, которая была заплачена. Я уже не буду продолжать то, что я хотел говорить там. Я хочу подвести вас к мысли. Песох. Ма. Ман и штана. Что это для тебя? Песох. Праздник? Маца? Сейда? Традиция? Или это размышление над тем, какой ценой? Мы были выкуплены. И какое избавление нас ожидает? Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают. Где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго? Когда? Это придет. Мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.